Эй ты, да да именно ты, который смотрит это видео и который думает, что не ты. Эй, к тебе обращаюсь. Слышь, чё? Ты киберпропуск покупать будешь? Если будешь, то у меня в телеге есть контакты людей, кто делает процесс покупки и быстрым, и самое главное по ценам ниже, чем в игре. И что немаловажно, безопасно для твоего аккаунта. Ну а если вдруг ты все свои карманные деньги спустил на сигареты и донаты другим ютуберам, то можешь поучаствовать в розыгрыше киберпропуска. Как раз сейчас магазин Донат Геймс проводит у меня в канале розыгрыш, который продлится до 16 сентября. Все условия найдешь в телеге, так что поспеши. И да, курить вообще не круто. Приветствую всех автоботов и десептиконов. Как и обещал, сегодня покажу свой личный топ 3 гештальтов. Думаю, двоих из трех многие уже угадали, ну а по третьему геша будут как согласные со мной, так и нет. Ну что ж, начнем с магнабосса. Самый простой в собирании. Я имею ввиду, что всего три бота нужны для его сбора. Ну а как быстро вам они выпадут, это уже другой вопрос. На мой взгляд, самый полезный, самый мощный гештальт на данный момент. Опробовано как в регулярных войнах в кибере, так и в войнах в прайме. Хорошее здоровье, отличный урон. Разные варианты очередности использования его умений. Тут все на ваш вкус и цвет, так сказать. Что в какой последовательности вы будете применять. Я предпочитаю начинать с его прыжка, убирая часть забора, нанося огромный урон защите. Дальше применяю неуязвимость и если успеваю, а в кибере почти всегда он успевает, применяю перевои торнадо. В область, где примерно будет находиться мой отряд. Тем самым давая отхил ботам. Использую его исключительно в войнах, поэтому в защиту его не ставлю. Мне кажется он больше создан именно для войн, нежели для обороны. Отличный помощник в сносе генератора щита, а также в уничтожении самых противных ядер по типу Лиджи и Микронуса. Мой личный совет. Делайте упор именно на него. Не тратьте искру на прокачку геш по типу Вики и Супера. Когда вы дойдете до 18 штаба, вы отложите этих геш на полочку и они будут пылиться. Избегайте ошибок, пока что у вас есть такая возможность. Дальше искра для вас будет на вес золота и ее всегда будет не хватать. Хоть в своем личном топе про артов я и говорил, что не выделяю кого-то одного и не ставлю на первое место, тут я с уверенностью могу сказать, что Магна единолично стоит на первом месте в этом топе. Я не знаю каким будет новый гештальт, возможно он и будет лучше Магны, но для прокачки его на 25 уровень уйдет куча времени. И только тогда можно будет их сравнивать. Но в любом случае Магна будет в топе и по возможностям и по числу ботов для него. Второе место в моем топе это Скайрейн. Опять же геша для войны. Имеет чуть больше здоровья чем Магна, а вот урон уже чуть меньше сравнений с ним же. Но цифры в разнице еле заметные. Для его сбора вам нужно 5 ботов, четверо из которых в 5-звездочном виде имеются в паках. Отлично показывает себя и в кибере и в прайме. Также можно использовать разную очередность умений, подстраиваясь под вашу тактику боя. По своему примеру скажу, что использую как правило в первую очередь порыв ветра. Это когда он ломится к цели и оставляет за собой водовороты. Дальше включаю водоворот, умение которое обладает огромным радиусом действия, идеально подходит в ту точку, где самое большое скопление вражин. Ну и конечно же дает неуязвимость на целых 10 секунд. А после смерти геши ваш отряд будет получать на 80% меньше входящего урона. Бывают базы, где изначально лучше сразу включить неуязвимость, а уже потом действовать по ситуации. Тайфуны хорошо применять именно точечно, по одной цели. Но я как правило в последнюю очередь использую это умение. В защите его не ставлю, исключительно для воин. Вообще имея в своем распоряжении этих двух гештальтов, вы упрощаете себе прохождение многих баз. Всего лишь нужно подобрать под себя очередность использования их обилок. Ну и какая-никакая экономия руды все же будет на перезарядку геши. Ну и долгожданное третье место. Тут возможно многие будут со мной не согласны в выборе, и я уважаю их мнение, но напомню этот топ не какая-то аксиома или что-то, что не подлежит опровержению. Этот топ я делаю по своему опыту и по своему видению игры, и оно может не совпадать с мнением других игроков. Итак, Вулканикус. Да не, я шучу, можете выдыхать. Двух геш мы посмотрели, которые помогут войне. А как же защита? Может быть есть универсал, который будет хорош и в атаке, и в защите одновременно. На третьем месте, нет, это не компьютрон. Как бороться против него, когда он в маяке, многие знают. Есть разные способы. В моих разборах на запчасти есть видео по руку и Jetfire УРС. Там я наглядно показал, как можно агрить компа на приманке. Ссылочки оставлю в описании. Либо на приманке, либо в момент его использования умения, вы выпускаете своего гешу. Ну или возможно, вы начинаете бойся о вскрытии постов и маяка. И тогда опять же, обилка компа уходит в молоко. Способов немало, как вы поняли уже. И уже многие научились с ним бороться, проходя базы, не используя даже своего гешу. Справляясь лишь силами своих ботов. Да, конечно, комп хороший, и если допустить ошибку в бою с ним, можно уничтожить весь свой отряд. И комп также хорош в атаке, крепкое здоровье, отличный урон. 5 ботов для сбора, и можно было бы поставить его на третье место в топе, если бы не одно но. Это Омега 5 звезд. Итак, третий геша в моем топе это Омега. Но именно Омега 5 звезд. Почему он? Потому что космический шторм, третья его способность, которая открывается при получении Омеги в пятизвездочном виде. Способность, которая после смерти Омеги способна убрать и ваших артов, и медиков при попадании разрядов по ним. Мерзкая пассивная способность, по сути, которая причиняет кучу урона. Да, есть способ обойти этот прием, выпустив после смерти Омеги своего гешу. Но что делать и как быть, если ваш геш уже использован, или вы не зарядили его на бой? Конечно, медики, если не помрут, могут прикрыть ваш отряд. И такие боты, как Реталерт или Трак снизят урон. Но в любом случае проблем, как по мне, он доставляет намного больше, чем комп в защите. Комп использовал свое умение, и вы забыли про него. Просто наблюдайте, как ваш отряд сражается с ним и с ботами из постов. В случае Омеги, даже если он спустил свое защитное умение на бота-открывашку, на приманке, на вашего гешу, вы должны помнить и держать в уме, что когда он сдохнет, вам предстоит еще и пережить урон после смерти. Да, не критично, но и урон не маленький наносится. Собрать его не быстро, но если у вас есть терпение и выдержка, то это не составит труда. Полезен и очень хорош и в защите, и в атаке, а также в добыче красного энергона и в рейдах. Ну и все же, это пока что единственный пятизоздочный геша в игре. В общем, подводя итоги, можно сказать следующее. Для новичков, кто не так давно начал играть, я советую качать трех гештальтов. Магна, Скай, Комп. Не тратьте искру на других. Поверьте моему и опыту других игроков, кто в игре не первый год и не трейд. Я понимаю, что если вы играете недавно, то накопить на Омегу пять звезд это трудно. Слишком большой соблазн в виде ботов пять звезд. Но вот в дальнейшем советую все же приобрести данного гешу. Ну а для тех, кто в игре уже давно и собрал всех гештальтов, мой топ вы увидели. Магна, Скай, Омега пять звезд. Интересно услышать мнение как новичков, так и сторожил игры. Что вы думаете? Какой топ ваш? Пишите в комментах свой вариант. На этом все. Лайк обязательно за магну нужно поставить. Ну а за весь топ подписаться на канал. И напомню, что в телеграм канале проходит розыгрыш киберпропуска. Парни из Донат Геймс подарят 1 кп победителю. 16 числа будет подведен итог, так что успейте принять участие. Все подробности там же в телеграм канале. На этом все. Увидимся в земных войнах.